а я и тут такая вся ну что будешь рассказывать как твой день проходит сейчас я взяла интервью короче все интервью свелось к тому что мы вначале детей своих обсуждали потом уже короче вспомнить в чем мы собрались тоже вообще вспомнить что мы тут собрались заприветствует бежал и бежал это бежал это бежал упал расскажу про эту шутку всем привет вы на канале наша жизнь в америке шутка про я так бежал от бежал упал и решила отдохнуть в общем когда-то белорусы знают что такое комаровский рынок мы с девчонкой стояли на комаровском рынке или мышцы попала каким-то делом женщина такая ну крепкая хорошая такая женщина до сумки 2 она такая бежит 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 по рядам где овощи продают ряд длинный я не старшую серьезно сколько в общем он какой на улице да он вообще длинный она бежит с этими сумками я не знаю на чем она может поскользнуть потому что какие-то овощи были наверно на полу варить ну что такое короче она падает все таки она назад падает представьте сумки и она лежит люди там к ней так кто-то поднимает что-то она такая садится да при этом не выпуская сумки да и я так бежал упала устала решить устала упала решила отдохнуть в общем это стало нашей так сказать фишкой ой сегодня я была на одном классе почао девелопмент мы разбирали о том как какие права имеют дети в общем я для себя решила так что оставаться с ребенком наедине вообще не стоит ни с каким ну потому что по крайней ну вот сегодня мой права прорабатывали уже вопрос да ну чужим конечно если допустим ребенок залазит на стол и стоит на столе что с ним сделать маленький ребенок мы же осмотливаем ситуации что мы проску смотрим это дети там трех и четырех лет ну в общем там по всякому начали говорить ну и в общем кто-то посоветовал бы снять так вот снять его ни в коем случае нельзя даже в присутствии свидетеля его нужно уговорить уговорить слезть при этом если ты приближаешься к нему нужно постоянно его предупреждаю что допустим машенька ты делаешь неправильно ты залезла на стол на стол залазить опасно даже наверно слова неправильно нельзя произносить потому что он сам лучше знает правильно это или неправильно в общем что ты ты сейчас в опасности я хочу подойти к тебе на два шага для того чтобы подстраховать тебя в общем там объяснять ему объяснять там ребенку втирать в общем если тебе нужно все таки если ситуация уже настолько опасно что короче либо ты через 15 минут будешь писать репорт почему он головой шахнулся со стола да то нужно в пресс-куле должны работать всегда по 2 по 2 учителя либо учитель и один хрубер но тогда меньшее количество детей должно быть у нас же нет в обществе всегда у нас киндергаден это другая вещь а пресс-кул да совсем там где меньше мы же рассматриваем совсем типа в детском садике да и значит после этого после того как я позвала свидетеля я должна объяснить свидетелю что происходит почему я сейчас приближусь к ребенку и сказать как я его возьму взять нужно спиной к себе ни в коем случае не лицом его в себя почему не знаю не запомнила я не говорили может я не запомнила спиной к себе и мягко поставить на пол после этого еще раз ему объяснить какая была ситуация почему я должна была физически до него дотронуться учитывая то что у нас солнечная ну солнечный солнечный климат туда-сюда мы должны защищать детей от солнца но мы не можем их мазать потому что это физический контакт когда ты мажь ребенка кремом от солнца поэтому что мы должны сделать короче уже как мы там вниз вращались одного ребенка попросить другого намазать ну в общем как ты выйдешь из ситуации учителя сказала ну знаешь как ты ну вы блин топые но она не так конечно она сказала ну блин ну сосредоточьтесь ну что самое простое начали думать что просить родителей с утра мазать просить родителей в обед подъезжать мазать в общем чего мы только не делаем она говорит нет нужно просто попросить чтобы они спрей не носили типа вместо крема в большинстве спрея можно а если ты ему наспреешь на лицо в глаза блин в нос в уши ну наверно для этого панамки они там все носят чтобы на уши не спрея блин ну короче это очень мутная тема не надо в пресс-куле работать я скажу вот так хватит я там буду работать не надо я знаю ну я же как пресс-куле teacher буду моя на данный момент подожди я думал что мы больше к киндергатен готовимся ну и к киндергатен я смогу тоже работать но что-то на меня напрягает пресс-куле так зайка в киндергатене с детьми тоже нельзя физически иметь никаких контактов не мазать его не трогать его не это самое Зая они хоть немножко уже соображать начинают при этом я хочу хорошо а как тогда пелено памперс как переодевают я когда шла до стоянки я думала про вот эти про все про кремы про все это я подумала а как же тогда там где вот не пресс-ку а дейкэва где для совсем вот этих малышей оставляют 6 месяцев а как же его не трогая перепеленать или как его подмыть ну вот как тогда это должно происходить но вот поэтому я хочу с мисс Джанис поговорить по поводу этого сказать я либо чего-то недопонимаю но по поводу вот мы прорабатывали сценарий ребенок на столе ребенка нужно намазать а трогать его нельзя потом мы заполняли еще всякие вот эти нормативы там в каком плане нормативы ну какой забор должен быть вокруг крыску 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 вокруг почему почему именно а какое типа качество должно быть сетка а почему именно сетка почему не деревянная деревянная более типа натуральная нельзя потому что он может упасть на ветер может подуть он может упасть подожди что должно быть не должно быть короче школы должны быть огорожены только сетчатым забором не пластиком вот этим вот ну знаешь красивым не деревянным не бетоном никаким он не может быть оказаться хотя мне кажется что я вот зайка я уверена практически что когда мы ехали походам ну да я видела прыску у которого бетонный забор но это мое мнение может быть я путаюсь надо посмотреть вот а если ты потрогаешь вот что вы о чем вы говорите ну а если ситуация выходит из-под контроля посмотри вот пока ты позовешь этого свидетеля пока ты ему объяснишь а ребенок я так понимаю три годика ему стоит на краю стола серёж я думаю так что как и в любой профессии есть грубо говоря техника безопасности а есть то как ты действуешь по ситуации я так понимаю короче лучше всего иметь на груди онлайн камеру постоянно стоп снято ребенок залез на стул ты его уговариваешь 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 тем временем еще зовешь этого свидетеля потом он не успевает прийти ребенок начинает прыгать ты бежишь его ловишь все разъясняла по поводу того что нельзя делать вот эти вот когда ребенок не может мы рассматривали какие виды наказания категорически нельзя нельзя грубо говоря вот если дети в классе там ланч вот этот маленький ланч ну это понятно уже физические наказания нет не физические такие вот как ну как сказать моральное наказание нельзя сказать если ты не уберешь там допустим свое рабочее место ты не будешь иметь там ланч потому что тут грязно и ты не можешь сесть ребенок не понимает какие-то взаимосвязи он понимает что у них покормить нельзя вот эти вот устраивает тайм-аут когда отсаживать на отдельный стул потому что ребенок в теперешние дни это считается как эмоциональный абьюз ну типа когда-то рекламная пауза есть эмоциональный абьюз когда когда физически типа бьют когда эмоционально подожди ну в школе сделают это вот отсаживают что там делают что там делают везде бардак везде надо писать недавно ж было кто-то из детей рассказывал кого-то куда-то чего-то да я не понимаю сейчас ну в общем кучу кучу и она нам объясняла ну вот школа с засеченным забором она нам объясняла есть такая вещь называется там короче собрана ну грубо говоря как она считать вторая вторая вещь после библии которую вы должны почитывать знать наизусть там все вот эти нормативы сколько там детей может быть в классе если один учить сколько там должно быть персонального места ну все 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 вот это прописано ну вот она говорит вы должны это просто все знать наизусть а там очень много надо знать на Иисусе ну а потом я подошла к ней спросила может ли она нам не дать интервью для моего второго класса она сказала ну да 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 конечно но мы что-то потом короче про одна начали говорить про здоровье а потом мы приглянем ну это же интервью там спецвопросы нет да у меня там специальные вопросы а что теперь надо еще одну нет нет мы потом очень быстро набросали ответы на эти вопросы что она рассказывала про себя ну про себя она рассказывала что она говорит что вообще ну мы начали про начали с колледжа и что тяжело учиться что это много надо но она говорит что честно скажу все вот это то что что говорит учишь это все классно но пока ты не будешь ходить работать ты никогда этого ничего не поймешь поэтому говорит понятно ты как переучиваешься ну это твоя вторая будет профессия а говорит к тем кто уже целенаправленно идет ну ну на ну вот быть в этой системе она говорит я знала об этом еще когда только начала учиться в хайскуле для себя выбрала цель и уже в хайскуле она как волонтер ходила работать в разные эти самые после школьные программы она говорит я видела систему изнутри я знала что у меня ждет я понимала как бы она проверяла себя хочет она в этом работать или не хочет она работать потому что она говорит можно отучиться можно получить бакаравр этот бакаравр бакаравр можно получить мастера дегави и говорит и прийти и в один день понять что блин столько лет потенено столько денег вложено а я здесь не хочу быть потому что это говорит это тяжело это очень ответственная работа ну конечно она много говорила высокопарных фраз о том что мы растим новое поколение на нас ответственность за будущий мир говорит вот на каждом кто сидит в этом классе как бы это ни было но это не высокопарные это звучит помпезно когда она говорит что вот на каждом на каждом кто сидел он говорит сегодня но по факту это будет так мы оставались же с ней одни в классе я подождала пока ну там я же ну какие то вопросы после класса решали вот когда мы остановились все таки это не красный вопрос я не должна кого-то заставлять ждать пока я с ним поговорю и она говорит каждый кто сидит здесь на столе говорит да он принял для себя решение и принял на себя ответственность за то что будет со следующим поколением поколениях которые он растит ну всякое такое говорили она говорит а потом когда я говорит уже после high school говорит я пришла в колледж и говорит когда я стала брать special class но у нее уже будет general education она стала получается сразу брать для цели класса она говорит я смотрю и понимаю что вот это вообще нафиг не надо учить а вот это вот это важно но оно не соответствует действительность а вот это никто никогда не соблюдает а вот это она говорит я знала уже все это изнутри и поэтому она говорит ну да это говорит хорошо но говорит нужно как можно раньше когда ты ну вот для себя какие-то решения принимаешь попасть в эту структуру попасть в профессию посмотреть это все ты хочешь ты этого не хочешь и сможешь или нет и кстати почему 12 лет от работы в как press school teacher она приняла решение и ушла учить будущих учителей потому что она говорит я поняла что я эмоционально говорит ну я для себя сереж понимаю что она рассказывала о каком-то типа как эмоциональном выгорании да она говорит я поняла что я больше не могу быть в таком темпе говорит это каждый день ответственность каждый день на чеку каждый день репорт каждый день daily check и она говорит я говорит поняла что вот я все я типа как выработала свой ресурс пока я могу это делать так хорошо как я вот ну прям the best типа да раз я больше не могу значит я должна удалиться потому что она говорит это очень и очень тяжело обожаю эту машину смотри на нее эту любовь ну и вот мы про это поговорили она спросила что была ли я где-нибудь и я просто следую за мечтой я говорю что я имела возможность у меня есть имею опыт работы с детьми я и сейчас как бы работаю и вот все такое потом она спросила в какой университет я планирую трансфер я сказала что я пока в растерянности говорю я хочу взять себе какой-то небольшой тайм-аут и я принял решение на весну я просто буду брать классы которые мне пока подходят и для моего здесь диплома и для трансфера но пока какого-то конкретного решения я не хочу принимать до лета в общем я решила себе просто дать выдохнуть мы же по-любому тогда смотрели что нам все равно еще год зайн и грубо говоря если я собираюсь идти на трансфер то след если бы мы уже все точно решили что трансфер то я в следующей встрече с консультантом сказала все переписываем наши бумаги мы собираемся трансфер туда-то и туда-то и уже бы немножко ну другие беседы у меня с консультантом были там ну всякое такое ну как бы так я говорю что она но если мы не делаем трансфер нам еще год да это весна мы не считаем год еще два семейства три семестра если очень-очень поднажать то за два но я просто чувствую что три семестра что я не будем что я в общем full time студент это кто имеет 12 юнитов если я буду 16 юнитов то я смогу закончить в декабрю но мне кажется это чересчур он не напугал нас в своих силах тормозах ну и все пожалуй на этом подожди если не делать трансфер то мы закончим весной следующего года нет ну не этой весной а следующая через весну а если идти на трансфер то по моему тоже я буду готова к трансферу весной следующего но не вот этой что будет число может так зая ну там немного ну ты немножко не понимаешь мне надо тебя потыкать прям в эти бумажки зайду потому что и я сама пока с этим разобралась знаешь десять раз блин думал уже что завязывать пора с этим разбираться потому что я устала все туда поехали всем пока пока увидимся а то мне до работы на канале ну блин нам же быстрее перекусить а мы тупим стопьёк ну зая надо чашку куфенчанскую выпить ну зая надо чашку куфенчанскую выпить